Здравствуйте, дорогие товарищи! Если дать самое короткое определение, что такое империализм, то оно было дано сто с лишним лет назад Владимиром Лениным в работе «Империализм как высшая стадия капитализма». Империализм – это монополистический капитализм. Вот и все. Если совсем коротко, но если немного расшифровать, ведь капитализм как способ производства тоже развивается и проходит в своем развитии несколько этапов. Точнее два. Первый – рассвет молодого капитализма – это так называемый капитализм свободной конкуренции. На рубеже XIX-XX веков капитализм свободной конкуренции в силу объективного самого развития тех процессов, которые шли внутри капитализма, перерос в монополистический капитализм. То есть, иначе говоря, монополистический капитализм или империализм – это высшая стадия капитализма. Какие страны? Это первое. Второе. На этом основании нельзя делать вывод, что все страны, которые составляли тогда или сейчас империалистические лагрии, являются империалистическими. Вот как раз нужно разделять ту группу стран, которые грабят остальной мир, то есть являются собственными империалистическими разбойниками или империалистическими хищниками, и остальные государства. Так вот, ход развития показал, в начале XX века выделились в ходе перерастания капитализма свободной конкуренции в империализм несколько государств, которые и являются собственными империалистическими странами. Это, если возьмем старый свет, Великобритания, Франция, Германия, за океаном – Соединенные Штаты Америки, на Дальнем Востоке – Япония и Россия. Причем мы должны понимать, есть особенности развития капитализма в каждой стране. Если брать Россию, то Ленин давал такую оценку, даже уже позже, ближе к периоду двух революций, то в России сложился высокоразвитый государственно-монополистический капитализм и отсталое сельское хозяйство, связанное с пережитками феодализма в нашей стране. Но можем ли мы сказать на этом основании, что сто лет назад сложилась такая ситуация, сложилась такая расстановка сил, и это навечно? Конечно, нет. Потому что в условиях империализма действует экономический закон неравномерности, экономического и политического развития различных стран, который означает, что в ходе этого развития, этого столкновения, борьбы, какие-то страны отходят на второй план, а на первое место вырывается в новое государство. И вот если мы проследим историю, то такие две вехи. Первое, точнее, одна веха – это Великая Отечественная война, или, с Гатчури, Вторая мировая война, победителем которой фактически, я имею в виду лагерь империализма, стали Соединенные Штаты Америки. То есть, если берем период конца 19-го, начала 20-го века, можно было говорить о равенстве сил группировок. То есть, с одной стороны, была Германия со своими сателлитами, с другой стороны, Великобритания, Франция, Россия, Антанта, Соединенные Штаты Америки, Япония на другом полюсе. То после Второй мировой войны выделился самый главный хищник империалистический, самая главная империалистическая акула – это Соединенные Штаты Америки. А вот в Йофф-Орватере уже плывут хищники и хищницы поменьше. И вот это положение сохраняется до сегодняшнего момента. То есть, повторяю, на сегодня главная империалистическая страна – это Соединенные Штаты Америки. И поменьше – это Германия, Франция, Великобритания. Наверное, список можно продолжить, но это, так сказать, дело уже анализа. Потому что империализм или монополистический капитализм – это что у нас? Экономическое явление. Поэтому должен быть экономический анализ, рассмотрение этого вопроса, чтобы сделать соответствующие выводы, какие страны еще можно отнести к собственно империалистическим. И смысл заключается в том, что вот эти государства, они грабят простой стрижкой купонов, как писал Владимир Ильич Ленин, меткое, очень яркое сравнение, простой стрижкой купонов грабят весь остальной мир. То есть на сегодняшний день Соединенные Штаты Америки вместе со своими сателлитами создали такую систему ограбления другого мира, из которой это тяжело выбраться. Я должен сделать небольшое отступление. Мы вот сейчас берем только капиталистическую часть мира, не берем социалистический лагерь, где у нас Китайская Народная Республика во главе стоит, и еще несколько государств. Корейская Народная Демократическая Республика, Вьетнам, Куба, Лаос. Мы берем только вот в другую сторону. Что касается России. Ведь Россия как попала в империалистический лагерь или в капиталистический лагерь? В результате контрреволюции, которая у нас свершилась, сколько уже, 60 с лишним лет назад, в результате разрушения в нашей стране, в СССР, социализма. Кстати, все другие страны, которые, так сказать, образовались на обломках СССР, они оказались в капиталистическом лагере. А этот лагерь в какой стадии находится сейчас? Весь лагерь капитализма? В империалистической стадии. Поэтому все эти страны, включая Россия, являются на сегодняшний день составной частью империалистического лагеря. Это первое вот. Но это же не значит, что все они автоматически становятся империалистическими. Нет, там разделение труда такое. Есть небольшое горское государство, как троех я говорил, которое является собственными империалистическими хищниками, которые грабят остальной мир. Ну и, так сказать, остальные зависимые страны, или те, кого грабят. Что касается России. Ну вот она оказалась в этом лагере. Мы можем сказать, что она империалистическая. Опять-таки, экономическое рассмотрение вопросов показывает, что не тянет пока на сегодняшний день Россия на статус «гордое» в кавычках название с точки зрения капиталистических идеалов, название империалистической страны. Хотя, потенциально, все возможности у России это есть. Во-первых, это крупная страна, развита еще не вся экономика, не все производство уничтожено. Понятное дело, аппетиты приличные. Но, повторяю, пока она не тянет на статус империалистической державы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова